Основатель музея в Измайловской школе, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Степанович Пыпа. Уникальный по представленной экспозиции и единственный в сельском поселении Булатниковское краеведческий музей истории создан в 2010 году по инициативе педагогического коллектива школы и при поддержке учеников и их родителей, а также краеведов Ленинского района. Открытие музея было приурочено к 65-летию победы. Мы в современное время наблюдаем, что происходит, забывается история, что общество бывает таким не единым в педагогическом воспитании. И вот музей отводит такую огромную роль в воспитании подрастающего поколения на истории родного края, родины, и заставляет немножечко по-другому оценивать свою жизненную позицию. Основу музея составляют поисково-исследовательские работы учеников о ветеранах сельского поселения Булатниковское и творческие работы о войне. Ученика 10-го класса Самета Ирзаева заинтересовали средства связи во время Второй мировой войны. В век новых технологий меня заинтересовал вопрос, а какая связь была во времена Великой Отечественной войны. ТАИ-43 — это полевой телефонный аппарат с индукторным вызовом образца 1943 года. Вплоть до 1957 года он был основным телефоном Красной армии, а затем и Советской армии. Коллекция музея насчитывает более 90 экспонатов, 30 из которых — реальные образцы боевой техники и вооружения. Во Всемирный день музеев для учеников второго класса была проведена увлекательная экскурсия. Ребята смогли узнать много интересного об участии воинов противовоздушной обороны в локальных конфликтах в различных регионах мира и открыть для себя малоизвестные факты из истории нашей страны. В заключении мероприятия школьники исполнили песню, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны. Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. В музее свой язык, язык музейных реликвий. Это безмолвные свидетели прошлой жизни. Они пробуждают добрые, неведомые раньше чувства и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости и любви к своему народу и к родине.